Я приветствую вас на своем канале. Очередная порция новостей из мира Турции и туризма на подходе. Мы сразу приступаем. И для начала хотела бы дать вам новую информацию по поводу запуска парома из Трабзона в Сочи. В одном из предыдущих роликов мы очень подробно с вами разбирали эту тему и буквально на днях появляется новая информация. Изначально нам обещали запустить паром 1 мая, потом перенесли эту дату на 11 мая. Сегодня как раз пришел этот день, но никакой паром никуда не поплыл. А сегодня нам и вовсе говорят о том, что запуск парома переносится на конец этого месяца. Представитель турецкой компании Шоу Туру заявляет о том, что это связано с проблемами, которые сейчас возникают по оформлению страховки на судно. Вот что говорит представительница компании. Мы работаем над поиском решений. Планируем запустить паромы после выборов в Турции. Кстати говоря, напоминаю, что в эти выходные воскресенья 14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Если будет необходим второй тур, то он состоится 28 мая. И сейчас на самом деле все в Турции замиранием сердца ждут этих выборов. Посмотрим, как они пройдут. Но возвращаясь к парому, генеральный директор морского торгового порта в Сочи сообщает о том, что турецкая сторона никаких запросов в порт не посылала. Но вместе с тем говорит о том, что они готовы к запуску нового маршрута. На данный момент предполагается, что паромы будут курсировать от причала Северного Мола, откуда отправляются и круизные лайнеры компании Астория Гранде. Ранее уже сообщалось о том, что если все-таки этот паром поплывет из Трабзона в Сочи, то он будет это делать по понедельникам и четвергам, а обратно будет возвращаться по вторникам и пятницам. При этом время в пути в одну сторону составляет 8 часов. Будем очень надеяться на то, что на этот раз прогнозы от представителей шоу-тур оправдаются. И уже в конце мая наконец-то мы увидим сообщение о том, что запущен первый рейс из Трабзона в Сочи. Будем продолжать тщательно следить за этой темой и, конечно, как только будут появляться детали, я вам обязательно сообщу. Сейчас, как никогда, моему каналу нужна ваша поддержка. Вы помните, совсем скоро нас с вами будет 100 тысяч, поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал и вносить свой вклад в его развитие. Ну а если вы уже подписаны, обязательно ставьте свой замечательный пальчик вверх под этим видео. Огромное спасибо всем, кто откликается на мои просьбы. Вы действительно вносите существенный вклад в развитие канала. Ну а мы с вами переходим к заглавной теме данного ролика и поговорим о снижающихся ценах на туры в Турцию. Причем уже можно заметить понижение цен на туры на июнь в самых разных сегментах отелей. Давайте разбирать тему более подробно. Как сообщают туроператоры, на данный момент снижение рублевой цены на туры в Турцию сейчас наблюдаются практически по всем категориям отелей. Если сравнить те цены, которые мы еще с вами видели в конце апреля с теми, которые предлагаются сейчас, то мы увидим их понижение. Так, во-первых, отмечается тот факт, что сейчас 10-дневные туры в турецкие тройки стали стоить на 7-9% ниже, нежели это было в конце апреля. При этом, что интересно, половина отелей сейчас продается по цене ниже, нежели это было в рамках акции раннего бронирования. Если мы будем с вами смотреть цены на туры в Турцию в отеле 3 звезды с вылетом в первой половине июня, то увидим, что средний ценник здесь варьируется в пределах 130-200 тысяч рублей. Это тур на двоих на 10 ночей. Цены на 10-дневные туры в отеле 4 звезды с вылетом 11 июня изменялись неравномерно. Турпакеты в определенные отели подешевели на 15% по сравнению с концом апреля, но некоторые четверки с хорошей загрузкой наоборот подорожали и оставили цены на прежнем уровне. В целом же, если посмотреть на средний ценник за тур на 10 дней на двоих в отеле 4 звезды, то он недалеко уходит от тройки и варьируется в пределах 140-205 тысяч рублей. Что любопытно, дешевле чем в апреле на данный момент стали бюджетные пятерки Турции. Это самый массовый сегмент, который пользуется огромной популярностью у путешественников. Если мы посмотрим в процентном соотношении, то увидим, что в среднем цены на туры в бюджетные пятерки снизились на 8-17%. Сейчас купить пакетные туры на 10 ночей в турецкие бюджетные пятерки можно за 160-190 тысяч рублей на двоих. Если же говорить о качественных турецких пятерках, то и здесь мы видим небольшое снижение цен в среднем на 7-12%. Причем некоторые отели сейчас можно забронировать дешевле, нежели это делалось в рамках акции раннего бронирования. Если посмотреть на средний ценник в качественные пятерки, то сейчас он варьируется в пределах 220-290 тысяч рублей на двоих на 10 дней. Я хочу сразу подчеркнуть, что это касается не всех пятерок, не всех отелей Турции. Сейчас те гостиницы, у которых нет проблем с загрузкой, у которых налажены контракты с европейскими туроператорами, наоборот повышают цены. Но те гостиницы, у которых есть недостаток туристов, наоборот стремятся несколько снизить ценник и таким образом привлечь больше клиентов. Что касается популярных отелей 5 звезд высокого уровня, то здесь также демонстрируется снижение цен по сравнению с серединой апреля на уровне 8-12%. При этом текущие цены уже ниже тех, по которым они продавались на этапе ранних продаж. На другие цена снизилась мнимо, только за счет укрепления рубля. Туры на 10 ночей в популярные отели 5 звезд с высоким уровнем сервиса можно сейчас купить на июнь в диапазоне 323-375 тысяч рублей на двоих. Если же мы с вами будем рассматривать такую категорию турецких отелей как делюкс, то увидим, что здесь значительного снижения цен не наблюдается. Единственное, вы все прекрасно знаете, что сейчас рубль начал укреплять свои позиции по отношению к доллару и евро и в связи с этим можно наблюдать некоторое снижение цен на отеле класса делюкс, но сами они каких-либо существенных скидок не предоставляют и именно в рублевом эквиваленте ценник на тур может быть чуть ниже, на 8-10%. Ценники на отеле класса делюкс сейчас охватывают довольно большой диапазон и варьируются в пределах 360-600 тысяч рублей на 10-дневный тур на двоих. Средний же ценник здесь составляет 450 тысяч рублей. Ну и переходим к тяжелому люксу. Самые дорогие, самые высококачественные отели в Турции на июнь, конечно же, не опускали свои ценники. И здесь некоторое снижение можно заметить только из-за того, что рубль начал укрепляться по отношению к евро. Но давайте теперь посмотрим, сколько стоят в среднем туры в самые дорогие турецкие отели. Туроператоры называют диапазон в 913 тысяч рублей и ценники доходят до полутора миллиона рублей за двоих на 10 ночей. В конце апреля мы уже с вами говорили о том, что в преддверии майских праздников очень многие отели резко снизили цены и начали делать скидки. Эта тенденция продолжает наблюдаться и сейчас уже с турами на июнь месяц. И в первую очередь это делают те гостиницы, которые хотят заполнить свои номера. То есть означает, что у них сейчас недостаточная загрузка и вот некоторыми скидками они пытаются привлечь к себе больше туристов. Как долго продлится период относительно сильного рубля сейчас не может сказать никто. Но эксперты при этом советуют туристам бронировать и доплачивать за частично оплаченные ранее туры уже сейчас на волне ослабления евро, пока она не сменилась ростом. Не очень понятно на самом деле, продолжат ли и дальше некоторые турецкие отельеры стимулировать спрос хорошими скидками. Хорошо, эксперты нам говорят о том, что сейчас рубль несколько укрепился, некоторые отельеры делают скидки и говорят путешественникам о том, что лучше воспользоваться ситуацией, если у вас уже куплен тур, частично оплачен, то самое время доплатить, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди. Более того, специалисты Ассоциации туроператоров России также сравнивают цены на туры в Турцию, которые мы видели в апреле с теми, которые предлагаются сейчас, рассказывают нам о том, сколько можно сэкономить на покупке туров в те или иные отели. Итак, если бронировать тур сейчас в тройку, то можно сэкономить до 13 тысяч рублей, если в четверку до 33 тысяч рублей. А вот если бронировать отели класса Deluxe, то в отдельных вариантах можно сэкономить от 70 до 90 тысяч рублей. Об этом говорят сами туроператоры. Ну что, вот такие вот новости поступают от экспертов в области туризма, которые провели сравнительный анализ по ценам и пришли к выводу, что сейчас туры в зависимости от категории отеля можно приобрести в среднем на 7-17% дешевле, нежели это было можно сделать в конце предыдущего месяца. Конечно, цены на туры у нас являются в этом сезоне одной из самых обсуждаемых тем, мы будем продолжать за ними следить и все с вами обсуждать. Мы двигаемся с вами дальше и сейчас я вам предлагаю более подробно посмотреть на авиакомпании, которые выполняют рейсы по направлению в Турцию. В частности, будем смотреть на вылеты из Москвы на месяц май, ну а также посмотрим на планы авиакомпаний на лето. Большой объем авиаперевозки по направлению в Анталию сейчас находится у авиакомпании Аэрофлот, которая выполняет по 5 вылетов в день. Кроме того, Аэрофлот летает на ежедневной основе в такие города, как Стамбул, Бодрум и Даламан. Туры на вылетах Аэрофлота формирует туроператор Библиоглобус. Что важно, по мере увеличения турпотока на Анталийское побережье, Аэрофлот будет расширять свою полетную программу и увеличивать частоту рейсов до 8 в день. Немалую долю рейсов выполняет и турецкая авиакомпания Turkish Airlines, но, во-первых, у нее имеется 2 регулярных вылета в день и, кроме того, до 4 чартерных рейсов в день. Напоминаю, что с турецкими авиалиниями сотрудничают такие туроператоры, как Pegas Touristic, Coral Travel, Annex Tour и InTourist. Очень важный момент, который мы с вами обсуждали неоднократно. Зачастую за туристами под кодом турецких авиалиний ТК прилетает ее дочерняя авиакомпания Anadolu Jet. Кстати говоря, Anadolu Jet летает под кодом ТК39XX. Поэтому, если вы приобретаете туры в Турцию на рейсах турецких авиалиний, это еще не факт, что за вами прилетит именно эта авиакомпания. Вполне возможно, что за вами приедет Anadolu Jet. Так что вы заранее можете посмотреть в своих документах, если у вас стоит код ТК39XX, имейте в виду, что это Anadolu Jet. Конечно, многим пассажирам не нравится такая ситуация, потому что у турецких авиалиний на борту предлагаются бесплатные напитки и горячее питание, в то время как на борту Anadolu Jet выдается такой сухой паек в виде бутерброда и широкого ассортимента напитков не предлагаются. Но эта ситуация уже наблюдается второй год. Переходим к следующей авиакомпании. Это Azur Air, которая буквально в конце прошлого месяца объявила о своей полетной программе по направлению в Турцию из Москвы. Вот какую информацию дают ее представители. В мае летаем ежедневно. Сейчас около 10 вылетов в неделю. На пике сезона летом планируем выйти на 20 рейсов. Туры на рейсах Azur Air на данный момент формируют туроператоры Loti, Coral Travel и Fun & Sun. Кроме того, имеются прямые рейсы по направлению в Анталию и у других авиакомпаний. Из Домодедова летают такие авиакомпании, как S7, Iraira и Yamal, из Внукова Победы и Жуковского Red Wings. Также из Москвы летает еще одна турецкая авиакомпания. Это Pegasus Airlines. И тут я вам хочу напомнить, что начиная с 15 мая авиакомпания переносит все свои рейсы из аэропорта Домодедова в аэропорт Внукова. Так что здесь будьте внимательны. Кроме того, у авиакомпании один самолет вылетает из Жуковского по направлению в Анталию. Другой турецкий перевозчик Southwind летает в Анталию и Шереметьево в партнерстве с туроператорами Pegas Touristik, Annex Tour и Intourist. В мае вылеты запланированы в ежедневном формате, в июне уже по два рейса в день. Что же касается Шереметьево, то из этого аэропорта путешественники могут улететь в Анталию на рейсах Carindon Airlines. Если посмотреть на авиакомпании, которые осуществляют вылеты из Москвы в Даламан и Бодрум, то среди них мы увидим следующих авиаперевозчиков. Так, в Даламан летает Аэрофлот, турецкие авиалинии Pegasus Airlines и Red Wings. В Бодрум Аэрофлот, Azur Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines. В Измир из Москвы можно улететь на рейсах авиакомпании Pegasus Airlines и Red Wings. Также напоминаю, что туроператор Annex Tour в сотрудничестве с турецкой авиакомпанией Tile Wind запустил чартерные рейсы по направлению в Стамбул и использует их не только для доставки путешественников в Стамбул, но и также в качестве стыковочного рейса для того, чтобы туристы могли вылетать из Стамбула в третьи страны. Таким образом, мы видим, что уже сейчас в мае летает довольно много самолетов на турецкие курорты. Кроме того, в июне их частота будет увеличена. Получается, что ежедневно будет выполняться от 1150 до 1200 рейсов, 750 из которых осуществляют российские авиакомпании, а 400 турецкие. Для сравнения можно взять показатели 2022 года, когда на еженедельной основе в Турцию летало от 750 до 850 самолетов. Действительно, в этом году рейсов поставлено значительно больше. Я предлагаю вам не переключаться и посмотреть видео, которое сейчас у вас появится в рекомендациях. Ну а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя и мы увидимся в следующем ролике.